Восьмой поединок сегодняшнего турнира ACB 41 и второй бой мейн-карда. Австралия против России. Бен Эллоуэй и Шараф Довладмуродов будут выявлять сильнейшего. Кстати, перед этим боем Шараф Довладмуродов говорил, что этот поединок, его шанс подняться до уровня бойцов с приставкой ТОП. И одним из парринг-партнеров был Виталий Бигдаш, чемпион организации 1FC. Пытается контролировать дистанцию австралийский спортсмен, имеющий опыт выступления и в сильнейшей лиге мира, но там он не сумел закрепиться. Кто там только не смог закрепиться. Очень много сильных бойцов пробовали там силы и далеко не каждого господин Дана Вайт оставляет. Ну сейчас и Дана Вайта самого оставили, по большому счету, после продажи UFC. И поэтому посмотрим, как будет развиваться. Ой, какая связка вот сейчас была у Шарафа. Отличная связка. Посмотрим, как будет развиваться вообще событие в UFC. Здесь же перевод в борьбу. И такая полупатовая ситуация у нас. Довладмуродов номинальный снизу, но англичане ничего не могут сделать. Сейчас поднимается тут же Шарафа. Здорово. Продолжается поединок в стойке. Ловит ногу, зацепил. Подхватил ногу и ответил боковым. Справа Шараф Довладмуродов. Очень мощные медиалкики, особенно слева у россиянина. И достаточно плотно бьет даже джебом. Неплохой футворк демонстрирует российский боец. Еще один лоу-кик. И вообще всегда мы говорим про... Еще на попадание здорово от Шарафа. Говорим часто про кавказскую школу ММИ, про сибирскую. Вот Барнаул как бы находится слегка отдельно получается от этой географии. Безусловно, также это Сибирь, но отдельно от Томска я имею в виду Екатеринбурга. И вот не так много спортсменов из Барнаула в ММИ мы наблюдаем на высоком уровне. Ну, в любом случае на Алтае есть культ борьбы. Есть свои высокие спортивные традиции. Пауза. Если и было попадание, похоже, в пах в области, извиняется сейчас Шараф за это действие. Оно было неумышленно. Приближается к экватору первый раунд. Очень хлесткие удары. Как миддл-кики, так и лоу-кики исполнения Довольского раунда. Так и удары с рук достаточно углесистые у российского бойца. Достаточно низко держит руки Бенни Бланка. Видимо, тоже уверен в своих ногах. Мимо бэкбест. И сейчас чуть было этим не воспользовался австралиец. Честно говоря, не знаю, чем вызван выбор именно такого прозвища. У Эллоуэ Бенни Бланка, если я не ошибаюсь, так звали одного отрицательного персонажа. Одно из известнейших кинокартин с участием Аль Пачино. Под названием «Путь кормит». Много работают спортсмены ногами в первую очередь. Сейчас хорошая попытка в этом размене. Лучше выглядел опять же Шараф. Последний удар был точным. Хороший встретил прямым и тут же добавил миддл. Еще один лоу. Пока что нормально держится на ногах Эллоуэ, несмотря на пропущенные многочисленные лоу-кики. Но насколько долго удастся вот так вот пропускать и стоять, и ходить? Пока первый раунд остается за «Россиянином». Да, по количеству выброшенных и точных ударов, конечно, наш боец сейчас ведет. Самое главное, по ударам, которые нанесли ущерб. И этого ущерба достаточно много уже нанес Шараф своими миддл-киками в первую очередь. Практически никакой работы серьезной не демонстрирует нам Бенни Бланка. И после, казалось бы, уже удачной ситуации не ввязывается в дальнейшие действия борцовского характера. Шараф наносит один удар и тут же отходит на дистанцию после того, как ему удается подловить ногу соперника. Но с другой стороны... Зачем что-то менять, если все и так приносит свои плоды? Да, ну а что касается Эллоуэя, не будем забегать далеко вперед и что-то тут пророчить и предрекать. Давайте вспомним, как работал в предыдущем бою Гильермо Мартинес, который принимал, терпел, ждал и потом, как выстрелил, решил исход боя. С разножки по воздуху, в большом отсчете, у Эллоуэя получился удар. Последние секунды первого раунда и этот раунд достаточно забирающийся от Шарафда Муродов. Да, и затеял я всю эту тираду в том плане, что и не надо списывать заранее Эллоуэя со счетов, потому как боец он очень опытный. Говорили мы уже неоднократно, что сражался в UFC, поэтому сюрпризы он может преподнести. Даже несмотря на в чистую проигранный первый раунд, надо быть на чеку нашему бойцу однозначно и не сбавлять оборотов. Безусловно, хорошо слышат своих секундантов и тренеров Шарафда Муродов. И, кажется, абсолютно спокоен Бен. Может быть он и пытается измотать, и сделать так, чтобы россиянин вымахался, но пока австралиец больше пропускает. Итак, второй раунд. Слишком много влаги было на российском спортсмене. Неплохое движение корпусом показывает британец. Шараф и вовсе двигается в разных направлениях и делает это быстрее хоккей по защите. Очередная работа на ногах. Под Шараф и работа неплохая. Лоу-кик от Элуэя. Пробует он работать сейчас первым номером. Мидл-кик, наконец-то, получился у Бенни по прозвищу Бланка. Ну и пробует отвечать правым. Кроссом тут же добавляет фронт-кик и падает, потеряв равновесие. Старается этим воспользоваться Бенни. Не переходит в борьбу, но наносит удары с высоты. Ну и возвращаемся мы, по-моему, к той самой патовой ситуации, на которую вы обращали внимание. А нет. Ну, так или иначе, первая ситуация тоже продлилась недолго, и спортсмены вновь оказались в стойке. Невысокий темп у этой встречи в полусреднем весе. И причем этот темп, по большому счету, диктует больше шараф. Есть попадание через руку справа. Но Элуэя это устраивает. Еще одно попадание, на этот раз джебом. Тут же мидл-кик. По-прежнему точен в своих ударах российский боец. Но пока что неплохо выдерживает весь этот натиск Бен Элуэй. Вот и его ответ последовал в виде лоу-кика по внутренней стороне ноги. Ну, а шараф демонстрирует все тот же хороший футворк. И еще один мидл-кик. Стоп, стоп, стоп. Не может продолжать встречу. Куда же пришлось попадание у шарафа до Лапуродова. Судя по всему, солнечное исключение, как следует зарядил россиян. Но Элуэй тут же прямо показал, в первую очередь, шарафу, что он не может продолжать поединок, чтобы тот не атаковал. И только затем уже вмешался рефери поединка. Сейчас необходимо посмотреть на повтор. По защите здесь было. Так, повтор. Не совсем того эпизода. Так, и вот сейчас на выходе, по-моему. Вы знаете, Алексей, не совсем понятно. Попал он в локоть. Да, вот как будто ударил по локтю, а согнулся Элуэй так, что... Словно в область куда-то солнечного сплетения со всей дури пришелся этот удар. Но на повторе было видно, что не в эту область был нанесен удар. И в любом случае, Элуэй, да, скрючился. И вот как будто что-то сломалось в него. И тридцать девять секунд второго рауда. И нокаутом побеждает Шараф Долубуронов. Именно так будет записано в статистике. Ну что ж, поздравляем Шарафа с трудовым выступлением. Он вел трудовые нокауты. И трудовым нокаутом получается.